Вот смотрите, есть два типа отношения к нашей жизни. Одно типа отношения к нашей жизни — это наше отношение к нашей жизни. А есть ещё другое отношение к нашей жизни — это отношение Бога к нашей жизни. Вот смотрите, если брать наше отношение к нашей жизни, самое лучшее время для нас — это когда мы никакой пользы для себя не совершаем. «Алло, как у тебя? Все хорошо? И у меня все хорошо. Ну хорошо. Спим дальше». Мы не можем искусственно ничего с этим сделать. Это так, это факт. Нам хочется счастья здесь в жизни, чтобы все было хорошо. Но мы хотим спать, наслаждаться этим миром, быть счастливыми здесь. Мы этого хотим. Бог хочет, чтобы мы проснулись. У него свои интересы. Поэтому приходит время, и Бог радуется нам, когда нам становится совсем тяжело. Мы кричим Богу, «Давай заканчивай быстрее! Я уже больше не могу!» Он думает, «Ну еще надо побольше защищать проблемы». Человек развивается хорошо, все отлично. Это противоречие невозможно никак разрешить. Самое лучшее время в нашей жизни, это когда мы испытываем трудности. это факт. В это время мы развиваемся. И самое плохое время в нашей жизни, когда все хорошо, это тоже факт. Но объяснить я это вам не смогу. Это невозможно. Потому что я точно такой же. Если мне сказать, «Ну, Олег Геннадьевич, раз вы это поняли, тогда вам только одни трудности». Я скажу, «Нет-нет, я еще не понял». «А если рад, что тяжело?» Да? Хорошо. Я вам объясню. В каждой вере это есть. В каждой вере. Я сейчас вам объясню, чтобы вы не совершали ошибок. В каждой вере это есть. У нас тоже, в моей вере, есть такая штука, когда рад, что тебе тяжело. Это называется у нас молитвы царицы Кунти. Есть такая царица, святая, мать пятерых святых детей. Вот. У нее молитва была такая. «О мой Господь, сделай, пожалуйста, так, чтоб мои беды никогда не кончались. Ибо, когда я страдаю, я всегда помню о тебе. А когда я помню о тебе, я освобождаюсь от этого пленного существования». Ну, на санскрите звучит так. «Випада санту, випада санту, теша шват татра татра джагат гуру, убава то даршанам яд сят апунар бава даршанам». Пусть эти беды продолжаются вновь и вновь, чтобы я вновь и вновь могла помнить о тебе. Ибо помнить о тебе значит забыть об этом материальном мире. Я начал повторять. Это было где-то 11 лет назад. Я повторял эту молитву. Я достиг уже верха совершенства. Ну, верха. Меня уже все слушают, мои лекции. Я такой прославлен. Думаю, ну, пусть эти беды повторяются вновь и вновь. Ну, примерно так же был настроен, как вы. Чтобы я вновь и вновь мог помнить о тебе. Полгода я повторял. Господь думает, ну, наверное, надо удовлетворить желание. Раз человек хочет. И он мне устроил веселую жизнь. Полтора года стресса тяжелейший. И потом я уже больше эту молитву не читаю. и вам не советую. Не гордитесь собой, мой хороший, не гордитесь, не надо. Бог сам разберет, сколько надо, столько даст. Не ломитесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok